А не отвлекайся, продолжай. Прекрасно. Ты сколько в Америке прожила? Знаешь, я жила в Америке несколько лет, как раз вот в тот период, когда мы жили все, Илюша Авербух, Сыра Лобачёвой и Анжелика Крылова, которая тоже принимала участие в ледниковом периоде, Роман Костомаров, Татьяна Навка. Мы все жили в таком небольшом русском доме, вот, как бы, такая маленькая русская общежития в Делавэр. Это первый штат в Америке, где, кстати, ничего практически не облагается налогами. Ты понимаешь, да? То есть там очень... Видимо, вы поэтому там и жили. Видимо, да. Жили в революционном кинозе Авербух. Костомаровские происки, назовем их так. Ну, ладно. Навка валюту понесла, значит, скоро ползень, говорили жители штата Делавер. Делавер. В общем, и вот так-то вот мы там жили, в общем-то, было очень скучно, очень много тренировались. А чем же вы там питались? Вот что меня интересует больше. Подожди, что мы еще сюда режем? Мы сейчас, значит, мы порезали зеленый салатик. Зеленый салат, огурец, красный перец, и болгарский, и редис. И редис, да. И язык. Язык. Все, горошек зеленый. Теперь мы добавляем горошек зеленый. Давай. Мы, наверное, его будем добавлять. А я пока порежу немножко укропчика. Прям будем резать очень мало. Скажи, хватит ли горошек? Вот, смотри, прям рукой его так кладу. Ну еще, горошек, кстати, очень смягчает вкус. Он такой прям дает какую-то нежность этому салатику. Так, сейчас, подожди, Ань, у нас же еще есть каперсы. Да, каперсы у нас нет. Мы сюда, каперсы у нас с курицей. Каперсы, ой, посмотри. Ну-ка открывай. Куриочка великолепна. Открывай. Ммм. Она уже почти готова. Нет, еще чуть-чуть надо. Она не совсем еще готова. Солить мы пока можем не солить. Огонечку давай, пока не будем каперсы высыпать. Давай, пока пусть она еще чуть-чуть. Еще покипит чуть-чуть? Да, чуть-чуть. И вот прям покипит, прям небольшой огонечкой. Оставили. Приоткроем немножко крышечку. Нет, крышечку как раз лучше закрыть. Вот все равно, что закипает. Тогда каперсы мы добавим позже. Добавим чуть позже, да. Давай пока порежем укроп, петрушку. Что у нас еще? У нас укроп и петрушка сейчас будут нарезаться специально для заправки салата. Все ингредиенты салата уже находятся в непосредственно в салате. Да, в Америке знаешь, чем мы питались? Так как я приехала, мне было 17 лет, я совершенно не умела готовить. Но Ирина Лобачева, которая готовит просто потрясающе, брала надо мной шефство, так как я была самая маленькая. И худенькая. Да, и худенькая тогда была, прям совсем такая. И она брала надо мной шефство и пыталась меня учить готовить. Но, честно, конечно, как делает мама у моего папки. Мама делает моему папе, бьет. Когда он, когда он лизит, вот это вот, что это такое? То есть у тебя мать бьет отца, получается. Прекрасно. Салат, я нарезала уже все практически. Ань, прости секунду, давай мы поймем, по-моему, самое время добавить каперсов сюда, нет? Думаю. Дай-ка я вот так. А, да, знаешь, ты прав. Давай. Как долго должны каперсы и сколько главных каперсов? А, знаешь, маслом кашум. Ну, мне кажется, что мы рискуем все-таки. Нет, ну каперсы... Или чтобы она мне была очень соленая курочка, да. Она мне очень дает такой вкусик, вкусик такой вкусненький. Вот ты мне скажи, ты знаешь, такое каперсы? Что-то похожее на соленый огурец, но это же не огурец. Это что такое? Вот, Ваня, ты не в курсе? Ты очень наблюдательна. Действительно, каперсы – это не огурец. Также назвать каперсы семечками тоже было бы странно. Да. Горошек, ну, похож немножко по форме, так вот, да? Я даже не знаю, из какого семейства каперсы. Я предлагаю тебе сейчас зелень сюда или туда? Сюда и туда. Туда будем резать отдельно сейчас. А ты уверен, что если у нас зеленый салат, нам нужна сюда зелень? Конечно. Укроп всегда нужен. Тогда давай вот половинку. Давай его рукой прямо вот так вот раз. Нет, для курицы мало зелени. Там прямо должно быть очень много зелени. Мы сейчас будем подорезать зелень. Так вот хватит, может быть, уже? Нет, не хватит. Ну, давай, делай, как скажешь. А вот так, на. Могу ли я попробовать перемешать просто это для начала? Так, посмотреть, как это выглядит все. Хуже не будет. Ну, такой салат от Анны Семеновича. Посмотрите, друзья, и язык, и все, что хочешь. Только масочком надо заправить. И лимончик, главное, лимончик. Это так вкусно, половиночку лимончика. Ваня, ты сильнее, ты должен выжать будешь половиночку лимончика. Еще, да, давай. А вот еще лимончик. Нет, нет, вот я выжал сюда лимончик. Но все-таки нам нужно посолить, поперчить. Посолить, поперчить, да. Давай, ты вот этим займись. Я пока порежу быстрый зелень для курицы. Так, у нас, друзья. Прекрасный. Да? Красивенький такой, полезненький, полезненький. А если мы сейчас еще возьмем, а если мы еще возьмем сейчас перчику, а если мы еще его и посолим, то будет совсем, мне кажется. Неплохо. В какой момент мы добавляем сметану? Сметану практически в конце уже. Курицу только сметану, сметану масло. Салат масло. Да, сметану я имею ввиду, конечно, курицу. Так. Так. Для этого мы достаем... Ах, прелесть. И... Давай. Сколько ложек? Две. Уверена? Да. Пока одну, да? Давай, еще одну, я думаю, хватит двух ложечек. Конечно, это очень вкусно кушать с рисом, потому что вот эта вот подлива очень вкусная в курочке, но мы не сварили рис. А это одна секунда. Спасибо.